С чего они вообще взяли, что мы... А, ну уже все пропали, конечно. Спасибо большое, что меня подождали. Я вас очень люблю, вы мои самые лучшие друзья. Я хочу вот в эту комнату зайти, мне дадут это сделать или нет? Нельзя было не открывать этот люк, понимаешь? Да, конечно, если мы два раза обосрались, вопросов нет. Я прожимаю, я в этой серии прям хорошо. Чпоиньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Until Dawn ремейк. Возможно, даже завершаем, потому что все предвещает как раз-таки финал, развязку нашей истории, на самом деле, которую я хочу уже поскорей узнать, потому что все очень интересно, любопытно и загадочно. Как ты помнишь, в предыдущем видео мы с тобой остановились на моменте с прочтением как раз-таки книги про того самого Виндиго, поэтому давай это и сделаем. Но перед началом, как всегда, лайк, комментарий, огромное тебе спасибо за поддержку, за актив, надеюсь, что тебе летсплей заходит. Соответственно, немногие осмеливались охотиться на Виндиго. Я единственный, кому удалось их обуздать. Услышь мои слова, не то тебе грозит смерть, и после тебя погибнут еще многие. Виндиго не должен вырваться на свободу. Виндиго порождение каннибализма, когда человек отчаивается, когда он попадает в снежную бурю и не может спуститься с горы, когда его много дней мучает голод. Вот тогда в него вселяется дух Виндиго. Даже сильный человек против него беззащитен. Он будет убивать без пощады. Зачастую как раз своих бывших спутников. Он будет пожирать сырое мясо трупов. Я видел такое своими глазами много лет назад. Жажда человеческого мяса, которую ничем не утолить. И начинается превращение. Сперва меняются глаза, становятся белые как молоко. Потом зубы удлиняются подобно клыкам. Читовище растет, и кости растягивают кожу. У нашего чувака, который в предыдущей серии, к сожалению, потерял свою голову, также один из его глаз был белым. Значит ли это то, что он все-таки немножечко так... Это как раз его дневник, мы с тобой прочитали. Что, скорее всего, он также был укусан этим Виндиго, но превратился в монстра не до конца. Такс, ну окей. Этим... А, можно еще полистать. Нихрена себе. В этом дневнике изложено все, что я знаю про Виндиго. Это чудовище существует, и оно крайне опасно. Если ты это читаешь, значит у тебя есть вопросы. И на все из них я могу ответить. Я лишь перечисляю то, что знаю из собственного опыта. Так, еще. Когда-то в этих горах жило племя, именуемое Кри. Их шаманы рассказывают легенды о высоком существе, рожденном во льду. Тут очень давняя история. Да, 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 я читаю. Извините, пожалуйста. Племя с уважением относилось к этой горе и жившим на ней зверям. Кри почитали эту гору как святыню. И всех здешних зверей они тоже считали священными. Кри верили, что того, кто убьет животное на этой горе, постигнет несчастье. Поэтому они охотились в других местах. А в 1893 году на гору прибыли шахтеры. Они обнаружили здесь залежи олова, а позднее следовые количества радиа. Они прорупили шахту в самый углубь священной горы. Кри говорят, гора взвыла от боли и на волю вырвался злой дух. Так, в другую сторону. Ага. Охренеть дневник, реально. Голоса Виндига меняются. Его зрение затуманено, но движущиеся предметы он видит необыкновенно остро. Он охотник, как ястреб. Тут сказано, что поскольку Виндига мутирует из людей, они научились отлично подражать людям, чтобы подманивать свою жертву. Голос Эшли, кстати, очень похож на актрису дубляжа Гермионы в Гарри Поттере. Я это иногда вот прям прослеживаю. Но мне кажется, это не она. Так, если шевелиться, Виндига тебя не заметит. Это мы знаем, кожа и мышцы Виндига тверды, как броня. Он не чувствует боль, его нельзя изрубить, нельзя зарезать. Пули не пробивают кожу, поэтому нам дали дробовик. Замечательно. Хотя заряд дроби ненадолго его отпукнет. А, окей, вопросов нет. Виндига когда-то был человеком, поэтому он знает, как на нас охотиться. Он умеет подражать жертве. Тебя спасет только бдительность. Я убил шестерых Виндига. Ножи и пули против них бесполезны. Нужно сжечь их огнем. Огонь лучше оружия. Пламя окутывает их, сжигает кожу, и они слабеют. Но только не убивай их. Убийство это крайняя мера. После смерти дух Виндига врывается из тела. Я запер их, поймал силки, а потом сжег огнем, чтобы загнать в клетки. Приманкой были человеческие конечности, которые я взял у тех, кому они больше не понадобятся. Одного за другим я изловил всех, кто рыскал по этой горе. Поэтому он в этой пещере-то, собственно, и тусил. Существует защита. Шаманы знают ритуалы. Я нашел на горе артефакты индейцев и скопировал их. Тотемы. Связки трав и перьев. Я смастерил копии. Я их испытал. На открытой местности они работают. Они отпугивают Виндига. Не всегда, но этого хватает. Но в помещениях от них нет толку. В легендах племени Кри говорится, что Виндига вырастает из укуса другого Виндига. Ты понял? То есть все-таки нашу эту подружку придется походу кокнуть. Но укус безвреден. Секунду. В легендах племени говорится, что Виндига вырастает из укуса другого Виндига. Но укус безвреден. Меня кусали, но я остался прежним. Единственный способ это съесть мясо человека. По-другому это не происходит. То есть, чтобы нашей подруге вылечиться, нужно съесть мясо человека? О нет, 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 нет. Ну давайте еще один палец ей дадим. Она пожует. Лучше уж палец сожрать, чем... Так. Нет, скрывать мы ничего не будем. Мы лучше вот так вот. Написано... Укусы... Если тебя укусят, это не заразно. Типа, ничего страшного. Так мясо надо съесть, ты дочитай. Дай посмотреть. Что ты сказала? Эм, с тобой все нормально. Нормально? Укус не опасен. Майк чуть не убил меня. Это нормально? Ну не убил же. А это, сука, только рада. Эм, не надо, она просто испугалась. А я не испугалась? Прости, прости, Эмили. Я не знала, что может случиться. Никто не знал. Слушай, хватит, даже не отмазывайся. Эмили, ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца? Нихрена ты че делаешь? Прости меня. Ну пожалуйста, прости меня. Черт. Нет, нет, нет. Ух, штишинские разборки. Нам нужно к майку. Срочно. Вам лучше к Мэтту, потому что у него есть человеческое мясо, которое ему больше не нужно. А майку нужно. Ну окей. Эх ты, Джошуа. Зря ты меня не слушал. Локация уже вообще другая. Это по твоей не погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель. Или позволить трагедии случиться. Ну да. Какая-то тебе лень было пошевелиться. Помочь другому. Какая-то гигантская метафора, походу. Типа это не взаправно. Помнишь год назад? А? Ты бросил сестер умирать. Пальцем не шевельнул. Тебя просто не голосом. Страш за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош? Всегда только о себе. Блин, ну чувак реально похож на того с огнеметом. Опа. Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сестры, тебя бросили. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества? Да? За что ты так с ними? Джошуа, объясни. За что? Я не виновен, я обижен. Я обижен. Они не хотели ничего плохого. Чтобы так, намеренно. Совершили глупую ошибку. И твоих сестер постигла трагедия. Никто не хотел, чтобы так случилось. Но это реально, да. Но так вышло. Ужасный несчастный случай. И они раскаивались. По крайней мере, пока ты не устроил им эту пыточную камеру. Они должны измениться. Это была игра. Короче. И чувака можно понять. И ребят можно понять. И это реально вот такая череда случайностей, которая привела к трагедии. И то есть, они могли не звездануться с этой скалы. Они могли просто остаться в лесу. Их бы эти чуваки бы потом нашли и все бы жили. Я не знаю. Здесь и то, и то какой-то странный выбор. Но давай скажу, что... Это была игра. Просто игра? Но эта игра приняла тебя в один из твоих величайших страхов, Джошуа. В темноту? Такое, конечно, улыбчивое. Я вообще не могу. Так что, да. Джошуа, она привела в темноту. Глава девятая. Карма. Два часа до рассвета. Ой, дейнджер. Что-то, да, опасное. Хорошо. И мы туда прямо упрем. За шею. Ну, зачем мы опять разделились? Так, Майк, лечебница 303. Хорошее время, кстати. Тройка — мое любимое число. Поэтому, возможно... Еще и Майк, ни хрена себе, прям совпадение. Я надеюсь, что здесь все будет хорошо. Такс, и мы, получается, да. Спустились в подвал. Этой жуткой псих-лечебницы. Пройдя через коридор подземный. И теперь выходим наверх. Опять этот чапель. Окей. Мне, наверное, показалось, что помимо вот этого нашего обычного клоуна был какой-то еще. Может, я его просто спутал либо с чуваком, который как раз-таки с огнеметом, либо с монстром. Такое тоже возможно. Обалдеть. Так, а мы же здесь были. И снова это папироса. Зачем? Куда делись волки? Волки куда-то ушли. А что, им все время тут тусить, что ли? Скучно. Опять мы на нее посмотрели. Так, я вон вижу дверь, которую можно пройти. Давайте сюда и прогуляемся. Это сама по себе сигара, она с каким-то как раз индийским таким вайбом. Там нарисован какой-то воин в перьях. Так, ну а теперь возможно нам наверх. Потому что эта дверь, к сожалению, осталась закрытой. Так что давай попробуем подняться. Когда мы здесь были в прошлый раз, вроде наверх мы не ходили. Мы реально тусили внизу. И потом зашли в какую-то дверь. Посмотрим теперь, что здесь. Ага. Что-то лежит. Это у нас какой-то проход вниз. Мы полезли. Аккуратно. Оба икс икрики. Но я хочу сказать, что так как эта игрушка стала все-таки началом, зарождением, да, вот этих всех темных карт. Картинок, игрового кино и прочее. Ох, нихрена себе. Двустволочка, берем. Обрез еще, патрон так много. То здесь, что я не хочу брать дубину, я хочу пистолет взять. Теперь найти виллы и собрать толпу. Гениально. Но в одну сторону можно факел, а в другую двустволочку. И вообще неплохо будет. Нас местами реально щадят. То есть мне кажется, если бы это была какая-нибудь последняя часть темных картинок, там бы реально мы уже очень много персонажей потеряли. Потому что здесь у тебя есть право на ошибку. Мы там где-то подскользнулись, дальше еще раз прожали. Годится. И в итоге не погибли. А ты потрошки-то возьми. Потому что вот даже момент с дробилкой. Ну, в темных картинках какого-нибудь, опять же, The Devil in Me, мы бы там, мне кажется, уже бы превратились в фарш. Просто потому, что свернули не туда. А здесь вроде как более-менее на лайте. Это и правильно, потому что... Вот я такой хочу видеть следующую часть темных картинок. Это было бы охренительно. Так, а зачем? А куда мы вышли? Потому что... Меня реально бесит, когда ты типа 5 часов играешь, пытаешься сохранить персонажей, а потом ты просто случайно нажал на X, и все. И минус чел. Ну, то есть у тебя должно быть, как мне кажется, это право на ошибку. Да, возможно, не везде. Ну, мы с тобой просто обошли, по сути, эту лестницу. Ничего не нашли. Идем вниз. Возможно, не везде. Но так или иначе... Чтобы мы могли исправить, так скажем, свою ошибку, все-таки сохранить жизнь. Да, конечно, если мы два раза обосрались, вопросов нет. Но... С первого же раза убивать просто персонажа, за которого ты до этого 5 часов трайхардил, это, мне кажется, довольно жестоко. Я вообще туда иду или нет? Есть ощущение, что я отсюда и пришел. Ля, ну я реально отсюда и пришел. А зачем, подожди? А как так вышло? А куда мне теперь нужно? Или мы типа сюда пришли за двустволкой? После чего... У меня почему-то камеру немножко вот левее доворачивает. Это типа мне хотят показать, куда мне нужно? Хоть подсказку дают? Короче... Патрошки, я надеюсь, наш главный герой взял. Я надеюсь, что они не холостые. И опять же, вот сфигали здесь, в психиатрической больнице, двустволка с гигантской коробкой омунашки. Так, выход налево нам на выход не надо. Или надо? Не, не надо, его завалило. Это же тоже странно. А, может, с помощью нее мы теперь сможем замок? Прострелить. А сюда нам больше и не надо. Это заперто. А может быть, факелом мы можем поджечь сигаретку? Нет? Нет. В таком случае... Ну, алтарь поджигать тоже вроде как смысла нет. Давай посмотрим, что здесь. Ага. Хорошо. Мы нашли место, куда нам нужно, скорее всего. И это улица. Просто выход на улицу. Почему меня постоянно поворачивает куда-то налево? Я реально не понимаю. Так. Могилы. Знаете, на уликах могилы. Адам Уайт, Эвелин, Дэниел. Миллс и Чарльз Миллер. Так. Это у нас, наверное, шахтеры, которые погибли в этих всех пещерах. Так, кладбище. Целая клад... Это, скорее всего, да, просто пациенты. Это же больница. Они погибли, нужно было их хоронить. Так, тотемчик, секунду. Ага. Ага, хорошо вижу. Замечательно. Вот так вот, немножечко, потихонечку. Ага, не сюда. Тогда повыше, пониже. Хорошо. Смотрим. Так, у Италии не убегает. Мы это видели от лица нашего монстра, который следил за убегающим оленем. Для чего мне эта информация? Нахрена? Я не понимаю. И что, я ради этого сюда пришел? Серьезно? Как странно. Больше меня туда не пускают. И там, в принципе, проходов-то тоже нет. Ну, хорошо, давай вернемся. Наступил момент, когда я сейчас вот вообще не понимаю, куда нам нужно и что мы хотим сделать. Стрелять мы тоже не можем. Угу. Ну, окей. Типа, исследовали локацию, тоже хорошо. Опа. А это что? А это еще один тотем. Тотемов сейчас нас собираем, ну просто жесть. Жалко, что они нас особо не спасают. Ага. Ну, вообще идеально. Так, чуть-чуть вот сюда. Еще немножечко. Ага, 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 ага. Во. Хорошо. Тотем утраты. Утраты майка, судя по всему, потому что я видел, что этот хрен сейчас его просто взял и раздавил. Жесть. Так-с. Ну и куда нам? Может сюда? А, ну кстати, да. Ладно. Можно выстрелить. Окей. Заходим. Вот для этого мы с тобой взяли двустволку, чтобы попасть в это место. Волк. Ну, волк это не так страшно, как тут хрен. Привет, дружище. Рад меня видеть. Такой стремный был флешбек. Хотя по факту все хорошо. Мы же тебя кормили. Тебе очень рад. Мы, конечно, мог отличать. Хороший. Снова забыть про нас. Но ничего, рискуем. Пошли со мной. Блин, реально. Значит так. Чемпец травма будет. Я посмотрел на карту. Если он нас спасет, то он знает, куда идти. Вот здесь должен быть проход в шахту через психиатрическое отделение. Угу. Думаешь, найдем? Ты абсолютно прав. Нормально, с нами погнал. Блин, реально. Я надеюсь, что мы сможем его использовать. Да и с ним повеселее как-то. Давай, дружище, погнали. Ты особо это, от меня не уходи. Че, потеряемся? Какие-то клетки настроили. Это че, выход в цирке? Где животные специально, как бы, ограждены. Такие там львы и тигры от людей, чтобы случайно не напасть. Че, блин, психиатрическая больница. А условия как будто... Какая-то очень стрёмная штука. Ладно, дружок, успокойся. А че, че не так? Мы не в свой проход. Ты, чувак, вот такой. Я так не могу, волчок. Да. Ты, подожди. Так, активировали рычаг, открылись двери. А мы здесь пролезем? Ну, аккуратненько так. Оп. Оп. РТшечка. Нормально. Ну, Майк у нас тоже такой качок, нужно понимать. Видал? Кое-чё я могу. Хм. А, дружок? Волк-дружок, имба. Такс, сворачиваем сюда. Че ты там скулишь? Я иду. Странно, что, имея чувака с тропашом, мы сюда поперлись одни. Ну, то есть, реально, можно было объединить как-то свои усилия. Охренеть. Объединить как-то свои усилия. Жесть. Ну, это вот этот монстр всё и распотрошил, да. Волк, мне кажется, сейчас в афиге находится и, скорее всего, до заднего. Ну, что же я тут ввязался. Да, к сожалению, завалили твоего друга нам. А чё там? Кошмар. Смотреть противно. Я нажал на всякий пожарный, вдруг там чё-то лежало бы. Но, вроде как, нет. Такс, идём. Чё это? А, я понял. Там наверху кто-то лезет. Ну, как кто? Мы знаем, кто. Вот это вот Виндиго. Жуткий. Нечто похожее, тоже связанное вот с какой-то паранормальщиной, было в House of Ashes. И, кстати, там были летающие монстры. А здесь у нас с тобой ползающие. Но по вайбу плюс-минус одинаково. То есть, то, что невозможно объяснить, то, что пробудило вот это вот древнее зло. И всё такое. Ля, реально, нас игра прям вот закручивает. Хочет, чтобы мы налево, налево, налево постоянно поворачивали. Кассета какая, давай включим. Кинцо посмотрим. Проектор. Такс. Ага. Это у нас пациент, не пришла медсестра. Она его чем-то накормила. Он нас привязан. Он отвязался. И решил свалить. А-а-а. Её щас едят. Прикол в чём? Ну да. Что здесь такое происходит? Это типа чувак сидел на кресле, был вот этим вот психобольным. Ему дали что-то, и он превратился в этого монстра. И начал кошмарить всех. Я понял. Это связано реально с лекарством, которое давалось? Может быть, они тут подпольные какие-то эксперименты на людях ставили? Вполне возможно. Я уже ничему не удивлюсь. Так, идём дальше. Офис доктора. Вот. Возможно, мы сейчас здесь с тобой какие-то записи узнаем. Пока о моде, кстати. Почему бы и нет? Ага. Папочка. Блэквуд санаториум. Ага. Блэквуд пайнс, лечебница Блэквуд. Медицинский осмотр, пациент номер 9, прогрессирование гиперостоза. Конфиденциальная информация. Ну, это для нас как раз, да. Опа. 9.01.1952 год. Четвёртый день. Эпидермальная диспигментация. Ожидаемая реакция после долгого пребывания под землёй. Ну, то есть, это был как раз-таки шахтёр. Сильное искривление в области груди. Постравматический кифоз. Дистрофия и помутнение роговицы. Острота зрения 20 на 160. Понятно. В другую сторону. Ага. Ну, всё. Диатый день. 14.01. Хронический кифоз. Рубцовая аллопеция. Сильнейшая перфорация носовой перегородки. Эктодермальная дисплазия. То есть, это шахтёры начали сходить с ума. Из-за того, что в этой пещере, видать, что-то такое реально было. Это гора. Они начали её кошмарить. Проклятие на них. Всё, я понял. Тело геновая аполепция. Длина клыка верхней челюсти. Ну, короче, да, полная жесть случилась. Это потому, что они потревожили, видать, древнее... Вот это вот проклятие. Там, божество или что-то такое. Жесть. Но теперь всё понятно. Как-то, конечно, максимально удачно рядом с этой горой... Опа. Оказалась психиатрическая больница, которая занималась лечением этих всех чуваков. А это, может, главный врач? Он там с бутылочкой сидит. Может, не будем его отвлекать? Ну, хотя, да, чего бы нам. Нет, двустволочкой, я прям себя поувереннее чувствую. Хорошо, что мы с тобой её нашли. И замки можем взламывать очень удобно. Да кто он такой? Давай почитаем. Такой вайп, знаешь, этих пиратов Харьковского моря. И вот этих вот всех проклятых... Ну, типа там, корабль-призрак сидел. А тем, кого это может касаться. Они умирают там, снаружи. Я слышу их вопли и плач. Всё, что останется после меня, это ад. Божья кара за мои ошибки. От судьбы не уйдёшь. Меня уже поджирает смерть. Джефферсон Брэк. Это какой-то главный чел, да? Этой больничке. А он часы-то очнётся. Да? Какая необычная камера. Значит, такой... Да ладно. Чел, я за тобой слежу. А чё, собственно, всё? Прочитали записку, увидели чувака и больше здесь ничего нет? Ну, похоже, да. Книги, камни откуда свалились. Часы. Вставшая печатная машинка. Хорошо. Хорошо. И почему у него дверь... Как бы сюда, в комнату, это решётка. Что за бред? Вот такие двери должны быть обычные. Потому что, как бы, палата доктора. Я слышу, кто-то... Вот так вот делает за стеной. Но я понимаю, это собака или монстр. Скорее всего, не собака. А может быть, монстр уже ест собаку. Я не знаю. Так, докторс офис. А мы здесь были? Ля, я уже, честно, запутался, откуда мы пришли и куда нам нужно. Вот отсюда мы вроде пришли. Да, повернули налево, а теперь давай направо пойдём. Окей. А вот наш другарь. Ёп! Не особо страшный скривочок, но мне чё-то триггернуло. Такс. Куда совака делать? Чё? Она сюда только что повернула. Бля, это реально как... Это даже ещё страшнее Outlast, мне кажется, с точки зрения локации. Здесь вообще какие-то переходы, клетки, туда-сюда. Так, баночка. Надо шмалять? Не надо. А давай не будем. Да. Это уже не совсем крыса. Тихо. Хорошо, тихо. Ну почти. Получай, мразь. Хорошо, допустим. Это уже вроде какой-то другой монстр, судя по рожу. Возможно, кстати, тот, который был раньше с огнемётом. Нет, нет. Он типа монстром стал. Идти налево-вперёд. Вперёд. Больше шансов. Слева может быть тупик. Ну и как бы прямо тоже может быть тупик. Сейчас посмотрим. Ага. РТ-шечка. Открываемся. Ну класс. А чё бежать-то будем, нет? А мы вот так сейчас сделаем. Ой, сальтушечку хорошую такую бахну. Ну давай, не ори, чё ты? Всё, он решил куда-то свалить. Молодец. Мы спаслись. Хорошо, красота. Чёрт, чёрт, чёрт. Очень надеюсь, что видение-то не сбудется, которое мы видели в тотеме. Потому что мне кажется, это реально был Майк. Охренеть. Нет, этого просто не может быть. К сожалению, может. И как-то ты это поздно осознаёшь. Но он сейчас появится откуда-то. Он же не просто так свалил. Нет, стоп. Может ничего не делать? У нас здесь нет времени на раздумья. Поэтому, скорее всего, это просто скрип. Как же рано ты вышел, дружище. Очень рано. Чёрт, чёрт. Ну да. Обратно беги. И отстреливайся. Чё ты делаешь? Хэтшот. Нормально. Может бежать? Чё нет. Я понял. Он слишком быстро регенится. Я попал. Уже думал, что нет. На самом деле двустволка, насколько я знаю, работает не так. Там нужно перезаряжаться. Каждый раз. Двустволка, в ней что? Два выстрела, правильно? То есть ты её заряжаешь. Б. Ага. По башке нормально. Абэксидит, абэксидит. Абэксидит. Я чё-то залип немножко на его воспоминания. Не понял, к чему это было. Ну окей. Гвардс офис. Окей. Гвардс. Это вроде как, типа, хранники, наверное. Работники какие-то. Ч-ч-ч. Попил без сна. Ну хотя бы собачка веселей будет с волком. Блин, реально волк. Давай его просто сожрём и всё. Ты так кайфанёшь. Это ж блин. Ну хоть, конечно же, протухшее мясо. Не первой свежести, но всё же мясо. Хотя он потом сам может этим хреном стать. Так, это волк? Кого он видит? А, это майк. Тихо, тихо, не надо. Не надо. На самом деле с пульсом мне больше заходило. Интереснее было здесь слить, как будто вообще невозможно. Игрек. В чёмных картинках у нас был такой пульс, типа, тук-тук-тук-тук-тук. И нужно было так нажимать на кнопку. Всё, вали, вали, вали. Волк тоже постылся. Нормально. Ладно. Ну давай, сволочь. Пока что рано расслабляться. Потому что он до сих пор где-то здесь. Ну, патрушки же реально не бесконечные. Надо как-то вылезать. Какого? Что? Саспенс максимальный. Когда он вылезет? Вот сейчас. Я понял. Пока что хорошо. Пока что справляемся. Ох, это кошмар. А ладно? Да, кошмар действительно. Игрек. А их несколько реально. По очереди. Офигеть у вас тут спавн, пацаны. Меня хватит на всех. Икс. Обрекся. Нормально. Пойдёт. Вот икс сейчас нажал вообще просто на жёсткой реакции. Игрек легко запомнить. А вот икса я постоянно... Игрек наверху. Это как треугольник, по сути. Ага. Ой, как повезло-то нам. Хорошо. Добивалочку. Ну, потому что это майка, потому что время 3.03, я тебе говорю. Любимые числа. Даже не пытайся. Хорошо. Бам, бам. А, бейкс, игрек. Поехали. Ну, уже нахрена, что-то я. Отвалить. Волк, давай, защищай. Это вообще вот все пациенты, которые тут только могли быть, они, видать, нашли с ума и решили наслаждать. А чё не так-то? Я нажал на ЛС. Пойдёт. А, бейкс, игрек. Вот, надо почечку катнуть. РТшечка. И сюда. Катнуть, короче, и потом взорвать. И будет эпично. Максимально. Давай. Б. О'кей. Окей. Пацаны, и вам здесь нет. Стреляем. Ну, тоже немножко подпалились, но ничего. Главное, чтобы цены обосрать. Чёрт. 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 Что это сейчас было? Волк Домор какой-то прилетел. Что за жизнь? Так, скрываемся. РТ. Это самый лучший тактик. Ну, что нам сказали, что они боятся огня. Соответственно, шмалять им в хедшотик намного хуже. Что с ним? Ты что, друган? За. Куда ты? Почему он себя так дергает? Что за бред? Так. Можно, пожалуйста, нормально ходить? Какая-то лестница странная. Медицинская комната, кстати, и психиатрический вард. У нас майка реально как-то это подергивает. Потому что он замерз. Да что с тобой? Да. Можно я буду ходить туда, куда я хочу ходить? Что происходит? Так, постоим, ладно. Что это? Так, хорошо, давай на клавиатуре поиграем. А на клавиатуре такая же хрень. Я хочу вот в эту комнату зайти. Мне дадут это сделать или нет? Спасибо. Да, короче, вот такими телепортами мы с тобой должны плавненько дойти до катсцены. И там, надеюсь, все уже нормально будет. Я очень надеюсь, что игра не сломалась. Потому что иначе какой-то бред. Ну, у нас охраняшка вроде бы была. Все, окей, катсцена, спасибо. Майк просто охренел. От того, насколько он крутой. На ходу просто жестко. Ага. РТшечка. Мне не надо. Баррикада бежать. Баррикада, баррикада, баррикада. Да, баррикада. Молодец. Красава. И вот теперь бежать. То есть, история о том, что у меня джойстика чуть-чуть залагал. Нет, я играл на клавиатуре и ты видел, что было. Не бойся. Давай, прыгай. Я тебя поймаю. И нормально все будет. Ладно, дорожок. Ты тут останешься? Мы с тобой еще увидимся. Ну, давай, до встречи. На xy. Уже хочется свалить побыстрее из этой локации, потому что тут прям лютая жесть происходит. ЛС. Набиваем. Какой же ты дотошный. Я просто в шоке с тебя. Ага. Так. И вот сейчас уже можно... Так. Теперь вот этого. А как я должен был это контрить? Да ладно, она жива? Она жива. Я тебе говорил. Она просто звезданулась. Какой кайф. Спустя такой большой... Что-то с игрой реально не то происходит. Спустя такое большое количество времени... Черт. Все стало... Приятнее. Куда? Боже мой. Эти идут ее искать? Точнее, нет. Не тормозите, надо искать Майка. Да-да-да, не ищет Майка. А Джесс у нас очнулась там. В шахте. Я тут хромаю немного. Эшли, тоннель в лечебницу 13. Уточнить, ты справишься? Ободрить. Мы тебя не бросим. Разделяется самое тупое, что можно сделать в этой ситуации, ребят. Ничего, Майк подождет. Окей. Такс. Нас больше нихрена, че. Как бы из стороны в сторону. Ну вот смотри, что происходит. Я просто жму, чтобы ты понимал, вперед. Вот. Джойстик у меня просто вперед. Куда ты поворачиваешься? Зачем ты крутишься? Что? Что? Но логика, возможно, есть, потому что они повернули так же налево. Короче. Получается, с Майком в этой ситуации нужно было что-то странное делать. Потому что если бы мы шмальнули по тому монстру. Возможно, да. Возможно, нужно было все взорвать в бочках. Потому что я подумал, что мы вот сейчас этого, получается, пристрелили левого. Он упал. Правый уже на готове прыгать. Нужно и его пристрелить. И когда они оба, типа, лежат, отдыхают. Вот в этот момент нам и нужно стрелять в бочки. Я вижу тебя, да, тварина. Но оказалось, что нет. Казалось, что все-таки по ходу до Майка добрались. Но опять же, это все так максимально загадочно. Возможно, он жив. На это надеемся. Ну, джесс живая. Это самый вообще плюс-пайп. Хоть она, конечно, и покоцанная. Возможно, тоже будет мутировать. Хотя это девчонки норм. Люк. Стоп. Эй. А может сюда? Может, попробуем? Надо пробовать. Ну, другого выбора у нас, похоже, нет. Тут еще и труба, чтобы подпереть. Ага. Идеально. ЛС. А мы знаем, что там внизу этот монстр. Как раз мы к нему лезем. Вот реально. Что бы я сделал в этой ситуации? Мне совершенно не хочется туда лезть. Просто. Ну, кто первый? После вас. Всем вместе сел бы в какой-нибудь кладовке, где нету окон, дверей, только один выход из нее. Забаррикадировался бы нахрен просто двадцатью стенами. И ждал бы утра. Сами ищу тебя приключения на жопу. Майка мы отправим одного, а потом сами пойдем за Майком. Былая логика. Абэкс Игрик. Крис, я знаю, ты ранен, но надо идти быстрее. Я пытаюсь, Эш. Так, не вы, как бы не ругайте, вы уже там практически муж и жена. Семейная бытовуха небольшая, не страшно. Спускаемся. Нам так это подробно показывают, прям как каждый спускается по этой лестнице. Киношка. Люк надо закрыть, да? А, ну а вдруг нас преследуют. Да, ладно, закрывай и пошли. А если нужно будет вам болеть? Ты тогда догоняй, ладно? Ага. Что, закрыть, не закрыть? Без выбора просто РПшщик и дальше закрыть. Ладно. С другой стороны, да, если они будут валить все вместе, по этой лестнице в десятером они вряд ли поднимутся. Ну, быстро, если их будет кто-то преследовать. Так что, имеет смысл действительно обезопасить себя сзади. Окей. С чего они вообще взяли, что мы... А, ну уже все пропали. Конечно, спасибо большое, что меня подождали. Я вас очень люблю, вы мои самые лучшие друзья. Вы поступили очень правильно. И теперь нас сожрут. Ну, бывает. Ничего уж там. Так, а это получается, мы тоже вернулись в эту шахту. И сейчас, возможно, придем к локации, где была голова одной из наших сестер. Ну, не наши, в смысле, а вот девчонок. Ну, и все уже кто-то орет. Это Джессика. Кто там? Джессика. Слышишь? Джессика, это ты? Ну, да. Догнать, выяснить, 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 выяснить. Это сто процентов Джессика. И вот уже с Джессикой вдвоем будет тусить побезопаснее, чем одной. Логично. Монстр же не умеет разговаривать голосами Джессики, правильно? Двойное правильно. Такс, окей. Идем изучать голос с глубины пещеры. Так, Джессик, спокойно, я иду. Ты, главное, не уходи. Просто стой на месте. Когда два человека в непонятной локации пытаются найти друг друга, например, в том же лесу. Что это? Главное, чтобы один стоял на месте. Потому что иначе они могут просто друг за другом ходить. И таким образом никогда не найтись. Ага. Ой, боже. Нет, 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 нет. Че нет? Нет. Так, что это лежит? А, еще один тотем. Вот тотем с майком, да? Где чувак на него прыгнул. Что означал? В какой момент он должен был прыгнуть? Произошло, по сути, то, что мы видели в тотеме. Но это никакая не подсказка. Это, ну, по факту, просто спойлер. Типа, будь готов. Мэтт стоит. У входа. Но Мэтт-то уже не может быть живым. Его на крюк, на пароле. Жесть. Так. Джессика, скорее всего, где-то оттуда орет. Давай выясним. Либо монстр, либо Джессика. 50 на 50. Можно же спросить. Алло, кто там? Здравствуйте, Джессика. Потом открыть. Мне кажется, это монстр, а не Джессика. Да? Да. Да. Нельзя было не открывать этот люк, понимаешь? Ну, обосраться. За что? Ну, это тупо. Это просто... Охренеть. Это я, типа, не должен был идти за грёбаной Джессикой, которая, как мы думали, уже давным-давно откинулась. М-да. А кто же знал? Ну, окей, у нас этот природный баланс жизни сохранился. Джессика живая, это, к сожалению, уже нет. Это течёт вода или бензин? Если бензин, то всё плохо. Ну, скажи, всё вода. Просто какие-то подземные грунтовые воды. Речки. И в этом кто виноват? Правильно. Опять эти грёбаные наши друзья. Которые просто свалили. Так, Джош приземлился. И непонятно, то ли опять же жив, то ли мёртв. Сэм. Короче. Вот они свалили. Из-за этого девчонка погибла. Потому что она запуталась. Куда идти? Чё? Непонятно. Люк открыть, не открыть? Ну, я, скорее всего, не мог не открыть люк. Я это сразу тебе сказал, что там будет монстр. Почему? Дальше я одна. Ты серьёзно? Ну, до этого там орала Джессика. Встречаемся в доме. Ну, да, да, давайте. Вы не встретитесь. Вас просто как бы по одному чикнут и до свидания. А что делать? Я должна найти Майка. Дальше пойду одна. Ладно. Осторожней там. Вот эта девчонка, которая с ним обнималась, не должна найти Майка. А наша подружка, так пожалуйста, лезь тебе перепрыгнуть. Лезь. Сейчас мы никуда не торопимся. Абэкс, игрек, игрек. Ля, прожимаю я в этой серии прям хорошо. Прям вообще профессионально. Выступ или лезь в обход? Эм, в обход. Выступ как будто звучит не безопасно. Игрек. Икс. Очень быстро нужно нажимать. Такая, конечно, скалодромщица. Я в шоке. Так, перепрыгнуть или выступ? Перепрыгнуть. А как мы перепрыгнем-то? Жёсткий выход на руках? Икс. Игрек. Лучше бы так сохранили жизнь нашей предыдущей девчонки. Ну, серьёзно. А там вот просто именно выбор зарешал. Нам даже не сказали что-то прожимать. Просто хрен выпрыгнул из люка или сюда. Я смогла. Молодец, красотка. Я победила. Вообще, царь горы. Молодец. Разделяться самое тупое, что можно только придумать. И они, главное, сюда попёрли даже без оружия какого-либо. Ни факела, ни двустволочки, ни того. Ну, конечно, ещё и если бы огнемёт был, вообще было бы замечательно. Но его нет. Чё уж там говорить о каких-то, в принципе, пушках. И они прочитали такие. Это его не берёт, то не берёт, только огонь. Давайте попрёмся просто впятером, без огня, в пещеру. Это ж так классно. Так, окей, я по кругу прошла. Зачем? Или не по кругу? А, не по кругу, похоже. Тихо. Купичок. Так. Итого сто процентов. У нас пока что минус два. Это вот это, блин... Девчонка бедная. Я не... Тихо. Вот кто этим огнемётом фигачит? Ещё один друган? Что это за густки фаерболы какие-то? Получается, да, минус Мэтт и минус, к сожалению, девчонки. Олег, кофе в пахере, мне кажется, будет, когда узнает о всём. Это ж нужно было додуматься, бросить её. Ну, давай ты же сможешь. Окей, лопатой всё сломываем, открываем и выходим. Ну, хотя бы лопату оставь в руке. Будешь драться, я ей отбиваюсь как-то. Во, молодец. Уходим с лопатой. Лопатой плюс вайп. Так, открываем какой-то железный засов. Лопату положили. А это не можешь? И тут сейчас тоже, Монхо. А, это выход наружу. А я даже не знаю, хорошо это или плохо. Что мы вышли здесь. Ну, давай пойдём сюда, к забору ближайшему. Куда теперь? Что это? Так, можно даже пробежаться. Ля, чуть за дом, это наш дом? Ну-то нет. Но дорога ведёт куда-то сюда. Эй! Я боюсь, тихо не ответит, подруга. Там и свет не горит. Можно пройти здесь, кстати. Не хватает, знаешь, как в Сайлент Хилле. Типа, открыть карту, посмотреть. Чего мы, где мы, куда нам нужно. Опа, чуть лежит. А это лежит канистра с бензином. Я бы взял. Ох, я бы... А, я понял, ладно, оставляю. Окей. К сожалению, данная канистра нам уже ничем не поможет. В таком случае идём вот сюда. Сворачиваем с тропинки. Продолжаем идти вглубь. С чего ты вообще взяла, что Майк здесь? Ты сказала, мне нужно найти Майка. Вначале вы спустились вниз. А, это ты, типа, пришла к той самой психиатрической больничке. Через пещеру. Всё, я понял, окей. Логика есть. Логика перемещений присутствует, но логика выживания вообще... Забей. Ага. Нормально. И ведь Майк-то у нас с двустволочкой. Чуть не откинулся. А она с лопатой. Зашибись. Согласен. А чё ты хотела? Чёрт. Бежать надо. Знаешь, реально, в чём подстава? Я до сих пор анализирую, как бы, смерть нашей предыдущей героини. В том, что Джессику мы увидели, а она очнулась, и нас реально разработчики забайтили. Появились голоса Джессики, а не критом из недр этого всего. Опа-опа, Майк. Лопаты, лопаты нужно огреть. Ага. Хорошо, тихо, нормально. Пойдём. Тихо, тихо, нос чесался. Офигеть успел. Вот это подстава. И стрелять надо, стрелять, стрелять надо. А, нет, окей. Просто склад с этими топливными бочками. Охренеть. Всё, я продолжаю жёстко тащить за Майк. Хорошо. Вот это Джеймс Болл сейчас будет. Нормально было. Жестик заберирую, жесть. Что это за летающая хрень? А, может это как раз таки... Шашлык пожарим, да. Может это и есть как раз таки вот этот дух, который переселяется теперь в кого-то другого. Возможно, кстати, в нашу девчонку, которую укусили до этого. Потому что мы который раз уже видим эту анимацию. Сейчас до меня дошло. Этот же чел, по сути, в дневнике писал об этом. Так, окей. Заходим. Так, к кому возвращаемся? Глава десятая. Итог. Один час до рассвета. Так, ну... Я бы на самом деле, знаешь, что сделал? Я бы, короче, на этом... Отнюдь незамечательном моменте, но при этом очень интересно, закончил бы данную серию. И вернулся к завершающему нашему с тобой видосу уже в следующем ролике. Если вам понравилась данная серия, обязательно поставьте ей большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы вы в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на Тиграм канал, а также на сообщество ВКонтакте. Ну а с вами был ваш Дакстер. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok